Девушки отдыхают Ты мне обещал, что при первой же моей просьбе ты сразу же вернешь мне все эти деньги Пришло время возвращать долги Время-то пришло, Матхур Но ты же знаешь, что деньги, вложенные в бизнес, все равно, что лягушка в пасти змеи Которая может выбраться, но для этого потребуется время И это время стоит передо мной в образе смерти Только на прошлой неделе была напечатана статья в газете Что точно в таком же положении один менеджер банка в Мадрасе повесился Вот это, что умираешь, еще не повесившись, Матхур Ты не волнуйся, я не дам тебе умереть Хороший пловец Не тонет даже в шторм Он даже из большой волны может сделать себе лодку Ну что будет с моей лодкой, в которой уже два с половиной миллиона дыр Послушай, Джеки Не дай мне пойти ко дну Спаси меня как-нибудь Ты уже спасен, Матхур Считай, что то, что я собираюсь тебе сказать Это послание с небес, которое только что пришло на землю Завтра ровно в десять откроется твой банк, как обычно А ровно в двенадцать Там произойдет ограбление Ограбление? Да, ограбление Грабители унесут все деньги из банка А к тем деньгам ты можешь присоединить и те два с половиной миллиона рупий Когда в джунгли случаются пожары, пишут отчеты о деревьях, которые сгорели А вместе с ними отчитываются и о тех деревьях, которые там и не росли никогда Давай ключи Какие ключи? От сейфа Давай быстрее, не то, выстрелю прямо в лоб Быстрее! Бессо, да? Посмотрите, господин Милл Посмотрите, господин Милл Эти негодяи привели банк в такое состояние, словно молодая невеста Стала вдовой Похитили целых пять миллионов Да, пять миллионов Сэр Этот охранник делал показания, что он выстрелил выбегающих грабителей И один из них был ранен Но его приятели подобрали его и скрылись на машине Даже если они скрылись, то куда они денутся? В мире нет такого угла, куда бы не смогла достигнуть врока закона и добраться до преступника В мире нет такого места Бармен Устрой сегодня в баре бассейн из вина Кто бы ни пришел сегодня в твой бар, искупай его в виски, хорошо? Леди-джентльмены, пейте сегодня сколько хотите За вас! Привет, красотка Еще не выпила, уже болеешь, мой друг? Выпей это Это ведь импортное, будешь вспоминать встречу с щедрым человеком Если я начну пить, то скоро опустошу твой карман, друг Этот колодец сегодня настолько полон, что если наполнить из него чашу, он все равно станется полным Вот как? Сегодня мы посмотрим, сколько ты сможешь выпить, а я сколько смогу напоить На, пей Пей же Пей Напои Ну что, богач? Здесь заканчивается твое царство Дальше начинается Моя территория Во всем полицейском участке не осталось таких инструментов для пытки, которые бы вы на мне не использовали Но мои показания все те же, что я давал и раньше Сэр, паски телефону Сейчас приду Ты пока отдохни немного Когда вернусь, я тебе покажу, что у меня еще есть средства, чтобы развязать тебе язык Он не развяжет язык, господин инспектор Это был просто воздушный змей, которого запустили в воздух, но он отвязался и попал к вам в руки А того, кто запустил этого змея, зовут... Джей Кей Джей Кей? Да, господин инспектор Если вам нужны доказательства, то я их могу вам представить Когда? Прямо сейчас Где? В отеле Хай Лайф В номере... Инспектор Шрива Став? Да Проходите Спасибо Ну что будет с моей лодкой, в которой уже два с половиной миллиона дыр? Послушай, Джей Кей Не дай мне пойти ко дну Спаси меня Это же голос менеджера банка Матхура Вы дальше послушайте Это послание с небес, которое только что пришло на землю Завтра ровно в десять откроется твой банк, как обычно, а ровно в двенадцать там произойдет ограбление Ограбление? Да, ограбление Грабители унесут все деньги из банка А к тем деньгам ты можешь присоединить эти два с половиной миллиона рупий? Когда в джунглях случаются пожары Пишут отчеты о деревьях, которые сгорели А вместе с ними... Вот, посмотрите Это план ограбления, составленный его же рукой Где будет ограбление, когда будет Здесь указано все Джей Кей не сможет опровергнуть в суде, что этот почерк не его, а другого человека Извините Слушаю Минуточку Вас к телефону? Меня? Меня? Да Сорвалось Линия отключилась Странно И все-таки? Большое спасибо Не стоит До свидания Инспектор Шривостав Да Центральное бюро расследования Могу ли я осмотреть ваш портфель? В этом портфеле кассеты и документы, которые она дала мне по тому делу, которое я расследовал Но нам она сообщила, что в этом портфеле те купюры, которые вы просили у нее в качестве взятки Взятки? Да Чтобы освободить ее брата из-под ареста Что за чушь? Идите сами посмотрите, что лежит в портфеле Посмотрите Какие купюры? Я знал, что если женщина соберет всю свою силу воли То она может стать богиней Но я не знал, что если она падет, то может стать такой змеей, как вы За то, что сделала Джули Она уже получила вознаграждение, как вы и приказали Но дело на этом не закончено, Матхур До тех пор, пока Джули жива, наша жизнь находится в опасности Ты все понял? Считайте, что с Джулией уже покончена Матхур Папа! 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 не следовало приводить сюда Виджая. Я не знала, что ответить на его невинный вопрос. Папа, я просил у вас велосипед. Вы из-за этого сюда попали? Я больше никогда не буду упрямиться. Я не буду больше просить велосипед. Я больше никогда не попрошу велосипед. Нет, сынок. Не говори так. Больше так не говори. Я могу стерпеть любые слова в мире. Могу проглотить ложку яда. Но если ты засомневаешься во мне, то это меня просто убьет. Сынок, я не брал никаких взяток. Я никого не обворовывал, сынок. Я никого не обворовывал. Никого. Я не брал никаких взяток, сынок. Я не брал взяток. В чем дело, невестка? Почему вы плачете? Что мне сказать вам, братец? Он закрылся в одной комнате, а сын закрылся в другой. Не знаю, кто сглазил счастье этого дома. Не знаю, что случилось. Не волнуйтесь, тетя. Я поговорю с братом Виджаем. А вы, отец, поговорите с дядей. Ты помнишь, Аслан? Когда я уезжал в участок в полицейской форме, никто не смел даже посмотреть мне в глаза. А сегодня я сам, выйдя из тюрьмы, пришел домой, пряча свои глаза от всех. Я пришел в свой дом так, словно вор какой-то. Не падай духом, мой друг. Когда-нибудь эта женщина обязательно попадется нам в руки, тогда... Тогда не понадобится много времени, чтобы вывести правду наружу. Аслан, чтобы выявить правду, нужны доказательства. Правда сама по себе является доказательством. Луне, чтобы доказать, что она светится, не нужен свет лампы. Луна. Твоя луна уже миллионы лет купается в своем свете. Но раз однажды появилось на ней пятно, то она до сих пор так и не смогла его смыть. До сих пор не смогла. Нет. 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 Папа. 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 Фильм киностудии FilmVision Оператор Петер Перейра. Рассказывал Джаи Батчан. Композитор Амар Утпал. Автор сценария Индер Радж Аннанд. Продюсеры Кину Аннанд, Виту Аннанд, Нареш Мальхотра. Не двигайся с места, Мухтаршинк. Заслышал, по какому базару бы ты не прошел. Этот базар становится пустым. Магазины закрываются. Кажется, будто в городе комендантский час. И люди говорят, что даже полицейские дрожат от твоего имени. Но я не из тех, кто дрожит. Я тот офицер полиции, Мухтаршинк. Который может разорвать тебя на две половинки. Только прикоснувшись. Одну часть брошу прямо здесь, а другую часть возьму и закрою в камеру. Понял? Не приближайся. Не приближайся. Я же сказал, стой на месте. Братец, вы все время перед зеркалом ругаетесь с каким-то Мухтаршинкхом. Вы даже из пистолета не можете выстрелить. Сами же падаете. А если однажды вы действительно встретитесь с Мухтаршинкхом, то что с вами будет? Что будет с вами? Не со мной. Ты спроси лучше с ним, что будет. Во рту ни одного зуба не останется. А язык будет болтаться наружу. Глаза будут выглядеть так, будто один смотрит на Аллахбат, а другой на Ахмедабад. А теперь вам пора идти в участок. Но прежде наклоните чуть-чуть вашу голову. Для чего? Я повешу вам на шею Турисман. Вешай. Теперь любое несчастье или трудность, которые подут на вас, столкнутся с ним и вернутся обратно, откуда пришли. Ты получил благословение от сестры? Теперь пусть и мать благословит тебя. Если и есть где-нибудь рай, то он находится у ног матери. Возьми немного пыли с этого рая и намажь себе на лоб. Сегодня ты впервые вступаешь в должность участкового большого участка. Живи долго, сынок. Пусть все трудности обойдут тебя стороной. Видишь, друг, твой сын в полицейской форме выглядит так же замечательно, как выглядел ты. Я все время думаю, братец. Если бы вы не дали нам угол в своем доме, то где бы мы нашли себе крышу над головой? Мир Аллаха велик, сестра. Если он и посылает молнии с небес, то и орошает землю дождем он же. Он же ранит, он же и лечит. Человек только может смазывать рану мазью. Вот и все. Давайте сделаем так. Сэр, ваш план. А здесь поставим двоих человек, хорошо? Давай. Эй, послушай. Да, сэр. Подойди-ка. Ты слышал имя Мухтар Синг? Вы что, господин, кто же не знает имя Мухтар Синг? Не только простые люди, даже мы полицейские дрожим от его имени. В каком квартале он не появится, там будто комендантский час объявляют. Магазины закрываются и базары пустеют. Да, да, именно этот Мухтар Синг. Так, сегодня у него был плохой день, потому что он встретился со мной на базаре. Спроси, как? Как, господин? А так. Я проходил мимо базара. И где-то позади я услышал чей-то голос. Эй, инспектор! Мне не нравится эта форма, что ты получил от государства. Я спокойно так повернул голову, посмотрел на него и немедленно ответил. Что же я сказал? Да. Я сказал... Эй, Мухтар Синг! А мне не нравится твоя физиономия, которую ты получил от своих родителей. А потом что? Этот... Мухтар сказал... Инспектор! Твои ноги слишком длинные, их придется укоротить! А вы что ответили? А что мне было сказать? Я сказал... Эй, Мухтар Синг! Ты слишком толстый! Для земли это очень тяжелая ноша! Мне придется уменьшить твой вес! И что потом? А что могло произойти потом? Этот подлец напал на меня, а я на него. Я просунул руку ему в череп и разорвал его с головы до ног на две части. Я схватил его за челюсть и дернул так, что у меня в руках оказались... ...все его зубы. А его язык свесился у него изо рта, вот так. А глаза? Глаза? Стали выглядеть так, будто один смотрит на Аллах Абад, а другой на Ахмеда... Ахмеда Бат. А вы кто? Вы слышали имя Мухтар Синг? Конечно слышали. Мы как раз о нем и разговаривали, не так ли, брат? Да, сэр. Я и есть Мухтар Синг. Тогда, брат, что ты стоишь наружу? Проходи в кабинет, проходи, проходи. Вот сюда, присаживайся. Давай, давай. Голову побереги. Заходи. Человек или великан? Садхорам? Да, сэр. Послушай, Кам. Принеси чашку хорошего чая и два пирожка, и принеси хороших сладостей из магазина Рыдкишьяма, и побыстрее. Почему вы стоите... Садитесь сюда. Садитесь. Одну минутку. Теперь садитесь. Извините. Итак, слушаю. Мы давно дружим с этим участком. Вы давно дружите с этим. Одну минуту. Мы давно дружим с этим участком. И как только сюда поступают новый офицер, я делаю ему скромный подарок. В вашем квартале на повороте этой улицы находится одно здание, в котором мой отель. В нем идут и еще кое-какие дела. Вы, конечно, можете проходить мимо него, но никогда даже не пытаетесь заглянуть внутрь него. Что в нем происходит? Почему? 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 Офицер, что сидел на этом кресле до вас, не принял моего подарка, и по ошибке он заглянул внутрь моего отеля. Теперь спросите, где он сейчас? Спросите меня. Где он сейчас? В пустыне Раджастхана. В одном необитаемом месте, в полицейском участке, безмолвном, как кладбище, он одиноко сидит на сломанном стуле и считает последние дни своей жизни. Вот его участь. Как жаль. С виду вы человек умный. Да, это правда. Вы ведь не захотите поехать в эту пустыню? Нет, нет, конечно же нет, господин. Вы понимаете, господин Муфтар Синг, у меня есть... Проблемы с астмой. Песок вреден для моего здоровья. Сам доктор мне сказал, что... Он... Сам мне сказал, что это коробка... С удовольствием. Что мне полезные сладости с фисташками и миндалем. Вы можете совершенно не беспокоиться, господин Муфтар Синг. Я не посмотрю на ваш отель ни спереди, ни сзади. Ни спереди, не посмотрю ни сзади, ни спереди, ни сзади. Хорошо, господин инспектор, я пойду. Да, да, не сомневайтесь, можете идти спокойно. Кто там? Проходи, Садхурам. Проходи, проходи. А что, сэр, господин Муфтар Синг уже ушел? Ушел? Не ушел, а сбежал. Это я прогнал его отсюда. Пришел мне показывать свою силу. А я свернул всю его силу, положил ему на голову и дал ему сзади такого пинка, что он наверняка уже сидит в своем отеле. Пришел сюда, чтобы пригрозить, чтобы я даже не смотрел на его отель. Завтра увидишь. Не останется ни переда, ни сзада, ни самого отеля. Пирожки принес? Да, сэр. Давай. Да, сэр. Пирожки, чай, сладости. Пирожки. Если бы вы сегодня были живы, вы бы прокляли меня. Сказали бы, Виджай, почему ты не умер, прежде чем взять взятку? Если я, как и вы, служу в полиции, значит, в этом есть тайна. И если я взял взятку против ваших правил, значит, за этим скрывается цель. Я не полезу в петлю, как вы. Однако, приготовлю эту петлю для других. Игру жизни, которую вы проиграли, я обязательно выиграю. Вы были просто слабой рукой закона, которую враги закона свернули и сломали одним движением. Но меня... Меня никто не сможет сломать. Потому что я... Стану не рукой закона, а самим законом. И таким законом, который сам будет ловить преступников. И судить будет сам. И наказывать. Вот наша сегодняшняя выручка. Ровно 35 тысяч. Молодец. Хорошо бы каждый день было так. В этом и есть изюминка этого бизнеса. Играющие иногда проигрывают, иногда выигрывают. Но у тех, кто игры устраивает, проигрыша не бывает никогда. Кто там? Кто ты такой? Я в отцы тебе горжусь. Зовут меня Шахин-Шах. Ты знаешь, с кем разговариваешь? Знаю. С пастухом. Из Матхоры. Который на этом же месте сидел и выдаивал молоко коров и буйволов. А также и продавал его. А теперь устроил из этого помещения большой горный дом и винный погреб. Теперь считай, что с сегодняшнего дня твой винный погреб закрылся навсегда. Эту винную лавку не смогла закрыть даже полиция. А ты, Овощ, с какого поля, чтобы сделать это? Я знаю, что дав сладости тому полицейскому, ты сживал и проглотил его, как какую-то редиску. Но тебе, наверное, неизвестно, что в этот город прибыл еще офицер, который не служит в полиции, но зато делает работу полиции. Который не служит закону, но творит свой закон. И первый указ этого закона гласит, чтобы на его территории ни преступность не сможет стоять на своих ногах, ни преступники не смогут сесть на голову закона. Многие такие, как ты, приходили сюда еще до тебя. Тоже хотели закрыть мой игорный бизнес и винную лавку. Они заходили внутрь на своих ногах, но когда выходили отсюда своих ног, у них уже не было. Я пожалел их и дал им такие костыли для опоры. А теперь такая опора пригодится и тебе. Я пожалел их и дал им. Я пожалел их и дал им. Я пожалел их и дал им. Продолжение следует... Ты видишь, Мохтар Синг? Я зашел сюда на своих ногах. И ухожу на своих ногах. Вы костылейте не мне. А тебе пригодятся. Для опоры. Амитаб Батчан в фильме Шихеншах. Режиссер Кину Аннон. В чем дело, дядя? Выглядите хмуром. Прочти эту записку. Я тоже, как и вы, офицер полиции. Деньги, которые вы видите перед собой, были получены как взятка. Хорошо. У меня к вам просьба, чтобы вы эти деньги отдали государству. Что это за человек, дядя? С одной стороны берет взятки, а с другой просит отдать их государству. Мне он кажется каким-то сумасшедшим. Его место не в полиции, а в сумасшедшем доме. Читай дальше, что написано. Да, да, я читаю. Я знаю, что брать взятки – это преступление, но это преступление я совершаю намеренно. Намеренно. Совершаю намеренно. Считайте, что это путь, который я выбрал, чтобы добраться до преступников. Если офицер честный, то перед ним даже преступники предстают в маске порядочности. А когда дело касается взяток, то здесь нет необходимости прятать свое истинное лицо. Он ведь правильно говорит? Сколько тебе лет, столько я служу в полиции. Но чтобы распознать лицо преступника, я никогда не прибегал к помощи взяток. Я приходил прямо в дом преступника и прямо надевал на руки вора наручники закона. Дядя, это был ваш метод. А тот метод, который выбрал этот сумасшедший офицер, он тоже, в принципе, неплох. Я так думаю. Смотри, ты случайно в будущем не выбери подобный метод. А если все-таки выберешь, то моли бога, чтобы тебе не попался на пути такой офицер, как я. Который для начала тебя арестует за получение взятки, а затем отправит тебя в сумасшедший дом по причине помешательства. Ну, Садхура, Дело в том, что в этом городе появилось много авториш. Запиши номер этого мерзавца. Да, сэр. Да. Слушай, мы вообще-то по адресу пришли. И адрес посмотрел? Да, сэр. И адрес тот же, и место тоже. Тогда как же изменился рельеф этой местности? На месте винной речки. Как начала течь молочная? Эй, веселый молочник. Раньше ведь здесь был игорный дом господина Мухтар Синка. Откуда коровник взялся? Вчера ночью здесь был мощный тайфун. Он и разгромил весь игорный дом. Вот оно что. А где же сам господин Мухтар Синк, который лишь своим именем наводил страх на весь мир? Где он? Мухтар Синк, перед вами господин инспектор. Г-где? Г-где? Где? Он перед вами. Но кто же? Так здорово изменил ваш вид. Вы только мне скажите, я тотчас же посажу его за решетку. Бурю невозможно посадить за решетку, господин инспектор. Ну вот на тебе. Но как я могу забыть, что я... Как я могу забыть, что я угощался вашими сладостями? Я же не такой подлец. Я имею в виду не такой неблагодарный человек. Я ведь и сегодня готов помогать вам во всем и готов предоставить вам защиту в любое время. Вы не о моей защите заботьтесь, господин инспектор. Послушайтесь моего совета. Переводитесь из этого квартала Шахеншаха куда-нибудь далеко. Ладно, ладно, переведусь. Я от горного дома пришел к этому коровнику, но неизвестно, куда вы попадете, господин инспектор. А я-то что? А я куда-нибудь поеду. В чем проблема? Если вы куда-нибудь поедете, обязательно дайте мне свой адрес, господин инспектор. Теперь не сладости. Но молоко обязательно буду доставлять вам. Да, хорошо. Доставляйте молоко. Доставляйте молоко тоже. Здравствуйте, господин инспектор. Я хочу всем вам напомнить, что я не преступник, а бизнесмен. Я, конечно, наверняка переступал черту закона. Но в ответ на это кто-то сказал, что законы создают для того, чтобы их нарушали. Как это верно? В нашей стране объявлен сухой закон. Запрещено употреблять алкоголь. Это закон. Но везде продают и пьют вино. Это наша действительность. В нашей стране есть закон, что нельзя продавать и покупать человеческое тело. Но я хочу спросить у вас, где такой город? Где такая деревня и где такой квартал, где бы ежедневно не продавалось и не покупалось это тело? Когда я заметил, что живу в городе слепых, то прекратил продавать зеркала. Я открыл свой магазин на этом рынке, где если человек найдет место, то ему больше не приходится ходить в храм богини богатства Лакшми. Она сама... Сама ищет его адрес. Вы великий человек. Ведите сюда, мерзавца. Господин Джей Кей, Мухтар Сингт не захотел идти сюда по своей воле. Мы притащили его силой. Ну что, ублюдок? Я слышал, что ты бросил свой горный бизнес и снова начал доить коров. И даже не спросил об этом меня. Почему? Он даже не дал мне время спросить, у вас кто? Считайте, что это сильный тайфун по имени Шахин-Шах. Шахин-Шах? Он смерть во плоти, которая появилась передо мной. И я не смог перед ней устоять. Ты носишь свое 200-килограммовое тело двухметрового роста, и ты должен противостоять этому Шахин-Шаху в любом случае. Это мой приказ. Вы можете казнить меня, господин. Но я не смогу противостоять Шахин-Шаху. Джей Кей, друг, подожди. Вы знаете, кто такой Шахин-Шах? Впервые слышу это имя, господин Джей Кей. Будет лучше, если мы больше не услышим этого имени. Если мы сейчас же не остановим этого Шахин-Шаха, то будет очень скверно. Для меня. Для вас. Для всех нас. Меня ограбили. Я разорен. Разорен. Господин инспектор, меня ограбили. Разорили. С головы до ног. И спереди, и сзади меня обчистили. Пойдемте со мной. Пойдемте. Подождите, подождите. Прежде чем куда-то идти, надо написать заявление. Тогда пишите быстрее, это ваше заявление. Пойдемте. Пойдемте со мной. И что же вы, инспектор? Преступник снаружи, а вы внутри. Что вы ко мне приклеились? Посидите, молча там. Хорошо, хорошо. Итак. Итак, господин. Дело тут такое. Какое? Для начала. Назовите имя подателя заявления. Тарачан Бадлани. Тарачан Бадлани. 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 Теперь имя отца, подателя заявления. Сураджмаль Бадлани. Сураджмаль. Бадлани. Бадлани. Как имя матери? Чандарани Бадлани. Чандарани. Бадлани. Тара. Сурадж. Чанд. Похоже, все небо на землю спустилось. Седг Джей, не так ли? Ну, хорошо. Теперь скажите имя вора. Ну, вы даете. Да если бы я знал имя вора, для чего бы я сюда пришел? Ну, вы, наверное, помните, как выглядит вор? Это не вор, а воровка. Она выглядит, как танцующая пава. Ее кожа цвета молока, а язык острый, как кинжал. Режет так, что человек даже не почувствует, что его порезали. Вот такой вор. Вам нужно на сцене выступать, Седжи Джей. До чего вы пришли в участок? Из меня самого сделали сцену, поэтому я и пришел к вам. Послушайте, господин инспектор, я получу свои вещи обратно. Что? Да, да, получите. Спасибо. Это не проблема. Хорошо. Но дело в том... В чем? Слушайте. После того, как получите свои деньги, здоровье человека, который делится, становится крепким, а жизнь его долгой. Вы поняли? Или нет? Да, я все понял. Как пожуешь, пан из Бинареса, голова становится светлой. Вот и моя голова стала светлой. Если ваша жизнь не будет долгой, то как же наше здоровье может стать крепким? Не так ли? Спасибо. Мой бумажник. Бумажник. Держите его. Держите. Он украл мой бумажник. Держите. Держите, вора. Держите его. Мой бумажник. Это же мой бумажник. Спасибо, девушка. Спасибо. Спасибо большое. Сэр Джи, прежде чем сказать мне спасибо, лучше посмотрите туда. О, Господи. Это похоже на базар воров. И все грабители Мумбаи ждут только меня. Постойте, Сэр Джи. Дальше еще хуже. Если деньги украдут, то они могут снова появиться. А если расстанетесь с жизнью, то ее уже не вернуть. Я тоже думаю об этом. И просто схожу с ума. Все преследуют меня из-за денег. Что произошло, то произошло. Теперь надо подумать, что делать дальше. Скажи, скажи ты, детка, я тебе полностью доверяю. Полностью. Если пойдете со мной, и вам нечего бояться. Тогда пойдем, детка, пойдем. Подождите. Сначала положите свой бумажник на мой платок. Бумажник? Да. А эти перстни очень дорогие. Очень опасно. А это? Да. Вы очень сообразительны. А теперь подержите этот узелок. Теперь я при вас заверну его. В этом платке все ваши ценности. Свяжу очень крепко. А теперь при вас же все это я положу поближе к своему сердцу. Это место намного надежнее, чем банковский сейф. Верно. Абсолютно, детка. Абсолютно. Теперь пойдемте со мной. Посмотрим, кто посмеет вам что-нибудь сделать. Пойдем, 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 милая. Пошли быстрее. Идем, 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 идем. Идем быстрее. Теперь вы уже можете вздохнуть спокойно. Мы прошли этот район воров и находимся рядом с полицейским участком. Одну минутку. Вот, возьмите свои ценности. А теперь позвольте мне уйти. Нет, нет, милая. Я знаю, что мои вещи находятся не в этом сейфе, а в том... Хулиган, мерзавец. Покушаешься на мою честь? Сейчас отведу тебя в участок. Пока еще не покушался, но сейчас я тебе покажу. Что? Разве у воров бывает честь, госпожа? Тот участок, о котором вы говорите, мой. Участковый стоит перед вами. Инспектор полиции Виджай Кумар Шри Вастаф. Да. Тогда, господин инспектор, прежде чем назвать меня воровкой, открыли бы и посмотрели, что лежит в этом платке. Теперь убедились? Извините. Вы можете идти, я немного ошибся. Ошибся? Да. Ходят тут всякие. Вон она, пришла. Шалопа, и сегодня что-то слишком долго. Мы уже и петь было начали. Мы же попросили тебя только выйти с переулка, а вы собрались неизвестно куда. Даже не спрашивайте. Я сегодня могла вообще бы не прийти обратно. Расскажи, расскажи. Скажи спасибо Всевышнему, что ваша Шалу сидит с вами. Так это как это? Тот, кого я хотел обворовать. Так, так. Тот самый Фарси. Знаете, кем он оказался? Кем? Инспектором полиции. Что? Да. Если бы я вовремя это не заметила, то сегодня меня бы упекли в тюрьму, как минимум на шесть месяцев. Скалу, ты не можешь устроить перевод этому инспектору? Могу, но ты знаешь, какая сейчас ситуация. Да ничего, даже Фарси гуляют по городу, превратившись в полицейских. Да нет же. А что же? Полицейский инспектор начал ходить по городу в одежде Фарси. Все наоборот. Послушайте, теперь нам надо бросить эти занятия на улице. По-моему, наш бизнес нам надо устроить в каком-нибудь доме. Или в магазине. Ну как? Брат. Посмотрите-ка на эту фотографию. Она выпала из книги Шайны. Тогда придется провести расследование, невестка. Как эта фотография попала в книгу Шайны? Нет необходимости проводить расследование, дядя. Я уже все выяснил. Его зовут Салим. Молодой, симпатичный. Он из знатного рода. Впереди у него большие перспективы. Вы слышали, брат? Вряд ли вы найдете зятя лучше, чем он. Я не разбираюсь в зятьях и вообще Шайна. Ваша дочь, вы же ее воспитали. Она выросла у вас на руках. Вы выберете только дату свадьбы. Я надену новый костюм и встану у дверей и приветствую жениха. Вот, возьмите. До свидания. До свидания. Виджай. Ну что, прочитала книгу? А теперь посмотри в глаза брату и скажи, что у него написано в глазах. Внимательно посмотри. Что написано? Там написано, что одна глава в твоей жизни закончилась и скоро начнется. Глава вторая. Очень скоро моя сестра Шайна, оставив опору нашего дома, переступит порог дома жениха. Я с женихом уже познакомился, посмотрел на него и принес с собой его фотографию. Какие роскошные черты лица. А теперь послушайте меня, брат. Если и нужно будет выбирать жениха, то его выберу я. Если я выйду замуж, то только по своей воле. Нет, твоя воля здесь неприемлема. Запомни, что в этом доме целых два офицера полиции. Я надену твои руки на ручники, на ноги надену кандалы, силу посажу в полонкин и прикажу. Марш вперед. Прежде чем вы прикажете марш вперед, ваша сестра уже будет мертва. Ты-то только потом будешь мертва, я уже готов сейчас перед тобой умереть. Но у меня есть маленькое предсмертное желание, чтобы ты хоть глазком взглянула на эту фотографию. Я не буду смотреть на эту фотографию, не буду, не буду. Брат, а где Виджай? Разве он не посадит в полонкин свою сестру? Ну вот, ты, оказывается, здесь стоишь. Внизу все стоят и ждут тебя, чтобы проводить твою сестру. Вместо того, чтобы стоять здесь и проливать слезы, спустился бы вниз и проводил сестру в дом мужа. Я не смогу этого сделать, дядя. Если та сестра, которая научила меня смеяться, увидит в моих глазах слезы, то... Что тогда с ней будет? Послушай, Виджай. Храбрые люди умеют прятать свои слезы за улыбкой. Как и я тоже прячу. Пойдем. Пойдем. Вы когда-то сказали, брат, что наденете на мои руки наручники, на ноги кандалы и, силой усадив меня в полонкин, дадите приказ. Марш вперед. Действуйте. Пришло время дать такой приказ. Ты что думаешь, я заплачу? Это же рутинная работа полицейских. Сначала заключенный попадает к нам под арест. Сидит в камере несколько дней. За это время мы немного привязываемся к нему, но... Когда приходит приказ отсюда о его пожизненном заключении, то мы с улыбкой на лице провожаем его в центральную тюрьму и говорим... Салон шикарного массажа. Этот салон назвали салоном шикарного массажа неверно. Совершенно неверно. Его надо было назвать ангел. Если даже сюда придет дряхлый старикашка, ваши райские феи сделают и его за 10 минут молодым. Девушка, если бы вы и мне так же, как и ему, доставили удовольствие... Я прямо из Гонконга. У меня там есть отель Динг-Донг. Мадам, сделайте для меня что-нибудь, чтобы и мне так понравилось. Конечно, господин. Пойдемте со мной. Вы такая красотка. Проходите, господин. Один мужчина и две красотки. И обе на службе. Прекрасно. И меня сделайте таким же своим массажем. Разденьтесь, пожалуйста. Раздеться? Очень просто. Сейчас разденусь. Я понял, сейчас разденусь. Это начинается с раздевания, потом неизвестно, чем кончится. Я уже раздеваюсь. Ну вот, пожалуйста, я уже разделся. Разделся. А теперь что я должен делать? А теперь ложитесь на стол, господин. На что мне лечь? На стол. На стол? Да. Сейчас лягу. Смотрите, как прыгну. Я здорово прыгаю. А теперь что делать? А теперь вас будут массировать. Какие мягкие руки. Мы все ваши морщины. Морщины? Уберем. Вот это да. И вольем в вашу кровь. Да. Волны молодости. Кокосовое масло и встреча с молодостью. Как хорошо. Как тебя зовут? Билли. Славное имя, кстати. Какой озорник. Ты такая хорошая, Билли. Что происходит с моим телом сегодня? Такого в жизни никогда не было. То здесь щекотно, то там щекотно. То, кажется, в моем теле зажглись бенгальские огни. То, кажется, словно целый фейерверк зажегся. То смеяться хочется. То плакать. Так здорово. Это плачет ваша уходящая старость. И смеется возвращающаяся молодость. Мне показалось, что сейчас сверкнула молния твоей молодости. О, нет. Фото, слышь-ка. Фотоаппарат. Фотография. Ты же та самая девушка, которая обокрала меня на базаре. И вы тот же самый господин. Что это значит? И мир тот же. И лица все те же самые. Только маски поменялись. А это что такое? Это? Это свежая фотография вашей новой молодости. Представляю, как обрадуется ваша госпожа, увидев эту фотографию. Нет, 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 нет. Отдайте ее мне. Вы можете ее получить. Дайте скорее. Но у нее есть цена. Всего лишь пять тысяч. Господин инспектор. Нет, это сержант. Господин инспектор тоже сержант. Где господин инспектор? Господин инспектор, он в кабинете. Идите, он спит. Заходите, заходите, он спит. Внутри. Здесь такая драма. Этот Соня спит. Проснитесь, господин инспектор, проснитесь. О, Господи, что будет с этим городом? Снаружи воры на чеку, а внутри полиция спит, распластав свои длинные ноги. Что происходит в этом городе? Господин, это вы? Опять здесь? Что вы с собой сделали? Это не я сделал. Это они со мной такое сотворили. Инспектор, меня второй раз ограбили на вашем же участке. Два раза, господин. Два раза. Удрупади, Кауравы, снимали сари в закрытом дворце, а эти современные девушки оставили меня голым посреди всего базара. Хорошо еще, что у меня трусы остались. А не то, у меня был бы открытый стриптиз на открытом воздухе. Вы представляете? Меня разделят до трусов. Ужас какой. Позор. Ну что ты сидишь как статуя? Пошли скорее со мной. Поймай же их. Они покушались на мою честь. Пойдем, пойдем. Подождите, подождите немного. Прежде чем куда-то идти, надо написать заявление. Итак, скажите имя подателя заявления. Мадам, у меня к вам вопрос. Раньше вы на улице шарили по чужим карманам. А теперь открыли массажный салон, чтобы шантажировать людей. Какая у вас необходимость заниматься этим? Вам что-нибудь известно, инспектор? Нет, а что? Голод и безработица – это два диска жерновов, между которыми жизнь таких бедняков, как мы, мелится как зерно. Никто и не пытается остановить эти жернова. Зато многие приходят читать лекции. Иногда в одежде лидера, а иногда в форме полицейского. Но прежде чем читать нам лекции, почему бы не подумать, что лекарства от бедности – это не лекции, а деньги? У меня дома больная мать, а для ее лечения совсем нет денег. А почему бы вам не найти какую-нибудь работу, чтобы заработать денег? Это же просто. Я пыталась это делать во многих порядочных семьях, но мужчины делали мне непристойное предложение. И у меня остался только один выход – открыть где-нибудь мясную лавку. Что за мясо? Вот это мясо. Еще какое. Ну-ка, скорее, опустите ногу. Опустите, опустите. Совсем опустите. Вот так. А что, мать ваша, действительно больно? У меня нет привычки говорить неправду. Если не верите, идите и убедитесь сами. Квартал Гафур, переулок 13, дом номер 10. Да-да, я сейчас же пойду и посмотрю. Но послушайте одну вещь и хорошенько запомните. Если слова ваши окажутся ложью, то запомните свой следующий адрес. Полицейский участок Шейтан-Шаук, переулок 3. Камера 3. Вы здесь. Лежите, больная. Доктора вызывать не пробовали? Я вызывала доктора. Он выдал мне рецепт. Но, когда вернется Шалу, тогда и будут лекарства. Она сказала, что сегодня ей обещали зарплату. Да-да, я принес ее зарплату. Вот, я принес. Вот ее зарплата. Возьмите. А вы что, тоже работаете в одном театре с Шалу? Нет, да. Да, я тоже там работаю. Там же работаю. Понимаете, Шалу опаздывала на репетицию. А у меня было время. Поэтому она меня и попросила, чтобы я вам занес зарплату. Вы очень хороший человек. И полицейская форма вам к лицу. Когда я поправлюсь, я обязательно приду на ваш спектакль. Да-да. Обязательно приходите. Обязательно. Ну, что ж, тогда пойду, пожалуй. Хорошо. Берегите себя. Мама? Откуда эти лекарства? Они куплены на деньги, что ты послала. Я послала? Да. С тем молодым человеком, который в вашем спектакле играет роль полицейского. Полицейского? Теперь я признаю. Сегодня этот полицейский прекрасно сыграл свою роль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, красотка! Вставай! То, на чем ты лежишь, не кровать твоего отца, а мотоцикл участкового. Поняла? Ммм... А если я не встану, то что ты сделаешь? Мигом отправлю тебя в участок. Видишь дубинку? Пугай этой дубинкой кого-нибудь другого. Много я видела таких дубинок. Молчи. Будешь много болтать, надену наручники и закрою в камере. Тогда что ты медлишь? Надевай скорее наручники. Закрой меня в камеру, а ключи выброси в какой-нибудь глубокий колодец. Нет. Ты хорошо знаешь, милая. Мы с тобой не пара. Ты воровка, а я инспектор полиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В том новом городе, который мы собираемся построить, Матхур, будут несколько десятков небоскребов по 30-40 этажей. Будет несколько сватин-коттеджей, у каждого будет сад. Будут школы, кинотеатры. Будет много супермаркетов и один очень большой пятизвездочный отель. Считай, что это игра на миллиарды, в которую мы собираемся играть. В игру-то ты сыграл, Джей Кей. Но земля, которую покупает она, словно та женщина, у которой цена приемлемая и лицо красиво. Но когда снимешь с нее одежду, то оказывается, что на ее теле много изъянов, которые вылечить невозможно. О каких это изъянах ты говоришь, Матхур? Ну, посмотри, Джей Кей, вот земля, которую ты купил. На ней тысячи голодных и нищих людей живут в лачугах, построенных из железных пластин и досок. Ты сломаешь руки, стуча о двери судов. Но этот поселок так и останется здесь стоять. И будет смеяться над твоим новым городом, который является дорогой и очень красивой, но мечтой твоей жизни. Я знаю лечение этого фурункула, Матхур. Это игла. А у меня есть сотни таких игол. На патрулирование сегодня пошлю кулкарни, и романьяк будет. Что это? Это обед, господин, для вас. Я знаю, что те, которые умеют делиться, у них крепкое здоровье, и они долго живут. Закройте, 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 пожалуйста. Пожалуйста, закройте. Ваши мысли и мои мысли так похожи. Говорите, что вас сюда привело? Очень интересно послушать. Вы, наверное, слышали о поселке Гафур? Гафур поселок. Да, это же... На нашем участке он находится. Да, здесь неподалеку. Говорите, что надо делать. Вам ничего не придется делать. То, что надо сделать, мы сделаем сами. Вы просто в течение 24 часов не пойдете в сторону поселка Гафур, ни даже не посмотрите в его сторону. Хорошо. Я не пойду туда и не буду смотреть. Можете считать, что вся связь с поселком Гафур прервана. Все провода перерезаны. Разорваны напрочь. На 24 часа. Ну, вы видели. Вот и проблема телефонной связи Индии. Провода соединены, телефон не работает. От соединены, телефон начинает звенеть. Алло. Нет. Ошиблись. Ой-ой. Жители поселка Гафур, вас предупреждают. В течение пяти минут полностью освободите поселок. Иначе, эти бульдозеры, которые вы видите, будут выпущены на ваш квартал, как охотничьи собаки. Перед их силой не сможет устоять ни один дом. не один человек. Поэтому спасайте все, что сможете спасти, и в течение пяти минут выходите из своих домов, магазинов, переулков и базаров. Выходите. Пять минут на сборы. Хариш. Да? Иди в полицейский участок и скажи инспектору, чтобы он скорее пришел сюда. Хорошо, Шалон. Сейчас пойду. Иди. Нет, брат, нет. Сейчас я ни в коем случае в поселок Гафур не пойду. А когда пойдете? Когда поселка уже не будет? Брат мой, поселки уничтожают и снова выстраивают. Ты, например, посмотри на Дели. Неизвестно, сколько раз их там разрушали и выстраивали. Тысячу раз он умирал, тысячу раз возрождался с изданого. Салу верил, что ее храбрый солдат может сделать все, что угодно ради ее любви. Но если останусь жив, не так ли? Послушай. Я признаю, любовь это великая вещь, но есть и величественнее ее. Это жизнь. После того, как человек уйдет за занавес смерти, кто увидит, что такое любовь? Остановись, иначе пожалеешь. Сегодня, если даже весь поселок встанет перед бульдозером, он все равно не остановится. Замолчи, наемный осел. Раз кто-то положил в твою лапу несколько пайс, сразу начинаешь рушить наши дома. Ты называешь эти железные листы, эти гнилые деревянные фанеры, эти льниные рваные тряпки, все это ты называешь домом? Это не только дом. Для нас, бедняков, это и Тадж-Махал, и Стеклянный дворец, где живет наша слабая, нуждающаяся, но очень ценная совесть. Она может умереть от голода, но ни за что не пойдет продаваться на базар, как твоя честь. Сегодня я покажу тебе эту совесть, выведя ее на базар, обнажив ее и заставив танцевать. А тебе-то что? Да ты ради денег готов даже свою честь заставить танцевать обнаженной. Дай только прийти моему инспектору, он вместе с твоим языком отрежет себе руки и ноги. Не сможет прийти сегодня этот негодяй. Мы связали ему ноги такими толстыми пачками купюр, что он не сможет даже сдвинуться со своего кресла. Что ты болтаешь? Он правду говорит, Шалу. Он отказался прийти сюда. Этот трус говорит, что если есть жизнь, то есть все. Хариш! Ты куда, красавица? Сегодня возьму тебя с собой, моя дорогая, и покажу, как красив этот мир. Отпусти меня! Отпусти мою дочь, мерзавец! Мама! Для начала, Абдул, склонись к ногам матери, которую ты толкнул, и попроси у нее прощения. Иначе я сделаю твою жизнь настолько убогой, что даже смерть не станет подавать ей милостыню. Мама! Ты кто такой? Вообще-то, я тебе в отцы горжусь. А зовут меня Шахин-Шах. ВООБИЛЬНОЕ 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 ВОЙ КОНЕЦ 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 Лачуги, что ты разрушил своим бульдозером, тебе снова придется поднять. Своими руками. Не то твои кости, я поставлю вместо бамбука. А содрав с тебя шкуру, сделаю стены и крышу. Ты хорошо меня понял? А теперь я хочу у вас спросить. Если у притеснителей есть привычка притеснять, то у вас откуда эта болезнь терпеть все это притеснение? Сколько людей пришло уничтожить ваш поселок? И сколько у вас было рук, чтобы спасти его? За ними стоят полиции, которые берут взятки. Лидеры, которые покупают голоса, у них есть деньги, есть оружие, а у нас есть что? Ничего. У вас есть вулкан, горящий у вас в груди. Но вы заткнули жерло этому вулкану. Не тушите это пламя. Дайте ему разгореться. И прекратите плакать над своими нуждами. К нам пришли их адвокаты и пригрозили, что наш поселок построен незаконно. Если ваш поселок построен незаконно, то и эти сотни больших зданий в городе тоже незаконны. Пойдемте со мной. И сегодня я скажу всем напавшим на ваш поселок, что в одной стране не может быть два закона. Один для бедняков, а другой для богатых. Пойдемте. Пойдемте. Джей Кэй. Спустись с высот своей гордости и посмотри на тех людей, которые пострадали от твоей жестокости. Сначала скажи, кто ты такой? Вообще-то я тебе в отцы горжусь. Зовут меня Шахин-Шах. Шахин-Шах? Да, тот самый Шахин-Шах, который сам себе закон. Который сам ловит преступников. Сам судит за их преступления и сам же наказывает их. Что ты хочешь сказать? Ты, наверное, слышал о поселке Гафур. Как не слышал? Я купил весь этот поселок. Ты купил землю, где стоит этот поселок всего лишь. Но не купил жизнь тех людей, которые там живут. Кто дал тебе право оставлять сотни бедняков без домов? Этот поселок построен незаконно. Уничтожить этот поселок это законная необходимость. А также и мое право. Но ведь и этот дворец построен незаконно. Значит, и разрушить его тоже законная необходимость. Также и право. Жители поселка Гафур. Идите вперед и сделайте то, что Джей Кей сделал с вашим поселком. Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Внимательно выслушайте одну вещь. Если этот Шахин-Шах так и будет беспрепятственно делать из нас мишень, а вы так и будете сидеть сложа руки, то считайте, что через несколько дней вашей пенсии конец. Я не брал обязательств кормить вас всю жизнь. Я обещаю вам, господин Джей Кей. Что Шахин-Шах больше не нападет на вас. Насколько он мог распустить свои руки, он распустил. Я сегодня же дам приказ, чтобы Шахин-Шах каким бы то ни было образом был пойман. Что это ты делаешь, Ви-Джей? Молюсь на этого Шахин-Шаха, дядя. Современные демоны начали так же дрожать перед ним, как несколько тысяч лет назад сидящий на золотом острове демон Раван дрожал от имени бога Рамы. Да. Я спрашиваю тебя, ту работу, которую за тебя делает Шахин-Шах, почему не можешь сделать ты сам, надев форму полицейского? Не могу сделать, дядя. Совсем не могу. Поэтому и поклоняюсь ему. Слава тебе. Что это? Принесла для тебя подарок. Это красные браслеты на руки, а это черная паранджа, чтобы скрыть лицо, потому что ты не достоин той полицейской формы, которую ты носишь. А что? Что произошло? Пока ничего. А если бы произошло, то было бы очень скверно. Я тебя позвала, потому что была крайняя необходимость, но ты не пришел. А тот, кого не звали, пришел и помог нам. Он спас наши дома от разрушений и честь от оскорблений. Он настоящий мужчина. Он? Кто он? Он тот, который теперь живет в моем сердце. А его голову украшает корона моей любви. Ух ты! Значит, во дворце твоего сердца уже не осталось для меня места? Осталось. Это хорошо. Но только за воротами дворца. Вместе с ботинками. Ах так. Хорошо, тогда передай мое маленькое послание своему шахиншаху. Скажи ему, что если я, то не будь я инспектор Биджай. Поняла? Иди, иди. Кто там сзади? Отпусти меня. А то как дам. Чалу, посмотри, кто меня схватил. Никого нет. Давай, двигайся назад. Двигайся. Смотри, что здесь. Ты здесь. Я только тебя не искал. Что надо. Тебя кто-то искал и оставил тебе записку. Давай. Не дал. Не дал? Не дал. Разве я сейчас поищу. Нашел? Нет. Быстрее. Вот, нашел. Возьми. Держи. Зря только время мое тратит. Сегодня в пять часов вечера буду ждать тебя в национальном парке. Для всего мира я шахиншах, для тебя рад. Я видела много бессовестных людей, но такого бесстыжего, как вы, еще не встречала. А я в жизни много видел неверных, но таких неверных, как вы, еще не встречал. Я пришел, было поплакаться к тебе в жилетку. Кто-то написал, иногда жалобы на себя, иногда жалобы на других. Иногда на себя, иногда на других. Нечего ей говорить, но ты не поняла моей любви. Я настоятельно прошу вас, идите и поплачьтесь кому-нибудь другому. Потому что я здесь жду кое-кого. Ждете кое-кого? Что? Ну-ка, подожди. Если вы кого-то ждете, то и я на кое-кого посмотрю. Тогда стойте и смотрите. На эти деревья, на дорогу. А я пошла. Кто это был? Тот, кто преследовал тебя. Он? Это инспектор полиции, участка Шейтам-Чаунг. Между вами есть отношения? Какие еще отношения? Два раза встретились, а он уже вообразил, что мое сердце полицейский участок, и он в нем участковый. Тогда я сейчас же его живым в гроб положу. Заколочу и обратно отправлю в участок. А ты жди здесь. Эй, эй! Ты что делаешь, брат? Мне же больно. Друг, ты что делаешь? Ну все, 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 хватит, хватит, хватит. Я к ней больше не подойду. Клянусь, не подойду. Ты же убьешь меня. Эй, мистер Шахин-Шах. Алло. Я пойду, ладно, отпусти. И прости меня, брат, прости. Ну послушай, мистер Шахин-Шах. Спасибо, спасибо. Ну ладно, все, я пойду. О, господи. Господин участковый. А вы, как вы здесь оказались? Куда это вы бежите? Вы сделали Шахин-Шахом то, что вы хотели. Что вы, что вы? Нет уж, это не в моих силах. Этот ваш мистер Шахин-Шах, он меня так подвесил за шиворот, будто кто-то подвесил свою пижаму на солнышке сушить. Так что нет. Ни за что, ни за что. Я никогда не встану на его пути. Даже близко не подойду к нему. Вот, возьмите свое. Спасибо. Я пошел. Никогда не подойду к нему. Никогда. Пришел надавать Шахин-Шаху. В каждую дождливую ночь со мной это происходит, отец. С неба также падают искры, а вместо капель воды летят кровавые брызги. Иногда мне кажется, что, Петро, что на вашей шее уже набросили на мою. И один вопрос, словно стрела, впившаяся в мою грудь, говорит мне. Пиджай, ты спишь, а мои убийцы еще на свободе. Я обещаю тебе, отец. Однажды они обязательно будут пойманы. Когда убийца совершает преступление, он всегда оставляет за собой следы. И тогда по этим следам можно узнать об убийце, и адрес его дамы. Ты видишь эту вещь, Матхур? Когда ее только собирают в поле, то ее цена всего лишь несколько рупий. Когда она уже на рынке, цена возрастает до нескольких тысяч. Но когда она доходит до клиентов, то цена уже несколько сотен тысяч. Ну что это? Какая-то странная вещь на песок, похоже... Кокаин. Кокаин? Да, это наркотик. Для тех, которые его употребляют, он превращается в пожизненную болезнь. А кто занимается этим бизнесом? Для них он становится пожизненным богатством. В их домах ульются золотые дожди. Для освещения вместо стеклянных люстр горят бриллиантовые люстры. Я уже решил, Матхур, что если я и буду заниматься бизнесом, то только бизнесом этого песка. Да, старушка собралась умереть под наши машины. Почему ты собираешь вещи, мама? Дочка, мы сегодня же должны покинуть этот город. Почему? Что случилось? Сегодня, переходя дорогу, я увидела лицо своей смерти. Спасаясь от него много лет назад, я скрылась. И тебя тоже спрятала. Но сейчас... Что мне делать? О ком ты говоришь, мама? О Джейке. Дочка, ты не знаешь этого дьявола. Раньше была только опасность для моей жизни. А теперь и твоя тоже будет окружена опасностью. Я с любой опасностью справлюсь. Ты жила в бедности. А тот, кто обрек тебя на такую жизнь, он купается в деньгах. Не беспокойся. Я превращу его жизнь в ад. Проходите, господин Джейкей. Ваш любимый стол зарезервирован. Благодарю. Прошу прощения. Вы прощены. Проходите, сэр. Присаживайтесь. Садись. Джейкей, одна твоя привычка мне непонятна. Люди дают чаевые при выходе из ресторана, а ты уже сейчас бросаешься купюрами в целых сто рупий. Когда чаевые платят после услуг, это традиция, Матхур. А если заплатить вначале, то это будет гарантией хорошего сервиса. Господин Джейкей, вот ваши любимые виски. Шивас Риггл. Сегодня не надо Шивас Риггл. Если есть Блэк Дог, то принеси. Это тоже к вашим услугам, сэр. Вот, пожалуйста. Фантастика. Открывай. Конечно. Друг, что это сегодня с тобой? Вместо Шивас Риггл просишь Блэк Дог? В тот день, когда я вижу красивую бабочку, в моей крови начинают лая тысячи черных собак. В тот день я пью виски Блэк Дог, значит, черная собака. Ты понял меня? Интересно. Вы, наверное, ищете меня. Меня зовут Джейкей. Господин, разве есть кто-нибудь в этом городе, кто вас не знает? Вообще-то у меня давно было желание познакомиться с вами. Хорошо, что мы сегодня увиделись. Меня зовут Виджай Кумар Шревастаф. Разве есть кто-то в этом городе, кто и вас не знает, господин Шревастаф? Ну, что вы говорите? Присаживайтесь. Спасибо. Скажите, что будете? Ром, виски, пиво? Дело в том, что вы не ушиблись, господин Виджай? Совсем нет. Со мной все в порядке. Садитесь поудобнее. Просто упал. Я думал, что сзади есть спинка. Так, что вы говорили? Я спросил, ром, виски, пиво? Нет, нет. Теперь уже не надо. Я просто облокотился, а там... Да, а алкоголь я вообще не употребляю. Не пью. Господин инспектор. Да? Мы в таком бизнесе. Да. А вы в таком департаменте. Да. Они оба очень тесно связаны друг с другом. Если они будут сотрудничать... Да. ...то будет слияние. Да. А если не будут сотрудничать... Да. ...то будет поле битвы. Нет, нет, совсем нет. Не надо поле битвы. Слияние. Лучше слияние. Слияние рек. Очень хорошее место. И вообще... ...как вы узнали, что я родом из Аллахбада? На вашем лице начертана... ...карта Аллахбада, господин. А я тот, кто читает письмо, глядя только на закрытый конверт. Читайте письмо, глядя на закрытый конверт. Как здорово сказано. Письмо, конверт. Матхур. Что? Ну что вы... Это... Это... ...было необязательно делать. Все в порядке, все в порядке. Да не надо было давать. Не надо было. Но раз вы дали, то... Теперь вы уходите? Да. Теперь ухожу. В чем здесь проблема? Ухожу. Тогда разрешите мне уйти, господин Джей Кей. Был очень рад с вами познакомиться. Я тоже очень рад был познакомиться. Пока. Где же? Спасибо. Пожалуйста. Это же ваша зажигалка, господин Джей Кей. Прекрасно. Твоя работа мне понравилась. Да вы еще ничего не видели, господин Джей Кей. Еще недавно один перстень украшал вашу руку. А теперь он в моих руках. Великолепно. Просто прекрасно. Кем работаешь? Я ищу работу. Пока я только этим и занимаюсь. Считай, что ты уже нашла работу. Вот моя визитка. Приходи утром в девять часов. Друг Джей Кей. В последние десять минут ты, наверное, раз сто посмотрел на часы. Я тебя и раньше видел ожидающим кого-то. Но таким нетерпеливым и беспокойным еще не видел ни разу. Матхур, когда старость ждет молодость, то она очень нетерпелива, ее ждет мой друг. Правда? Вот. И пришла твоя молодость. Я ждал вас, мисс... Как вы сказали вчера, ваше имя? А вы не спрашивали. Вот я и не сказала. Меня зовут Шалу. Шалу. Какое милое имя. Услышал его, и словно мед влился в мои уши. Брат Матхур. Что? Я покажу ей дом, объясню ее обязанности и приду, хорошо? И слушай. За мной не ходи, пока весь Мумбай не охватит пожаром. Да ладно, иди, друг. Джей Кей! Джей Кей! Джей Кей! Странный ты идиот, Матхур. Я же говорил тебе, пока весь город Мумбай не будет охвачен пожаром, не ходи за мной. Он уже охвачен. Весь город Мумбай охвачен пожаром. Что это значит? В молоко, которое мы собирались выпить, упала муха. И знаешь, как зовут эту муху? Инспектор Асламхан. Да, наш грузовик беспрепятственно пересек границу Индии. После этого он пересек еще много-много-много штатов. На многих постах его останавливали, а потом отпускали. Но теперь нет никакой надежды на то, что его отпустят, потому что на входе в город на пост поставили инспектора Асламхана. А ты очень хорошо знаешь, что горы могут двинуться со своего места, но инспектор Асламхан никогда не изменит своему долгу. Нам конец. Но ты же можешь посевелить хотя бы пальцем. Возьми телефон. Номер я сейчас дам. Виджай, ты здесь какими судьбами? Из штаб-квартиры для вас пришел приказ, дядя. Вас немедленно вызывают в Чаупати. Там будет политический митинг, и соберутся несколько политических лидеров. Для обеспечения их безопасности вас вызвали. Для их безопасности есть целый департамент. А если этот грузовик пройдет этот пост, то этот яд распространится в городе и будет беспредел. Вы совсем не беспокоитесь, дядя. На этот пост поставили меня. Отсюда не только грузовик. Птичка не сможет пролететь незамеченной. Так что идите, не волнуйтесь. Идите. Смирно! Стой, стой, стой. Стой. Здравствуйте, господин. Здравствуй, здравствуй. Хорошо, хорошо. Все чисто. Откройте шлагбаум. Езжайте, братья. Езжайте, езжайте. Давайте. Давайте, езжайте, давайте. Проходите, господин инспектор, проходите. Вы меня так обрадовали, господин инспектор. Вы достойны награды. Все, что захотите. Все, что захочу. Дело в том, господин Джекей, что, когда попрошайки надевают эту форму, их губа раскатывается очень сильно. Если ваша губа уже раскатана, господин инспектор, то наши карманы тоже не зашиты. Как это здорово. Очень хорошо. Он нас очень порадовал, Матхур. И ты его порадуй. Вот, возьмите, инспектор Виджай. Это ваша награда. Вот это да. Вообще-то, не нужно было. Возьмите. Но, братья, братья мои, послушайте, вы случайно не встретили где-нибудь видеокамеру здесь? Да вы что, недавно несколько наших приятелей из-за этого влипли? Джекей, Джекей! Мы пропали, мы разорены. Что случилось? Наши грузовики, как только приехали на склад, откуда-то появился шахинша. Захватил их и прямо на глазах исчез. Вместе с ними. Исчез? Да. Ты же очень хорошо знаешь, Матхур, что в этом грузовике был спрятан товар на миллионы. Не беспокойтесь о товаре на миллионы, господин Джекей. Лучше побеспокойтесь о своей жизни, которая уже почти закончилась. Батюшки! Брат, куда ты? Подожди, там стреляют, стреляют. Боже мой, Джекей, что с тобой? Ты оставил меня здесь одного, что же будет? Ну, брат, беспокойтесь, нечего. Ситуация полностью под контролем. Слышите, госпожа? Согласно Уголовному кодексу, статья 306-307 Хранение оружия и покушение на жизнь человека. Что это, брат? Боже, да он жив! Моя жизнь не так слаба, чтобы такая спичка, как ты, смогла сжечь ее. Смотри, как я берегу свою жизнь. Стойте! Никто не стреляет. Никто не может поставить печать своего имени на ее смерти, кроме меня. Я, конечно же, подарю ей смерть. Но эта смерть будет шедевром. Такой, как будто какой-то поэт создает свои стихи, или какой-то художник пишет бесценную картину своей в жизни. Считай, что и я собираюсь написать такую картину. Мне вместо краски будет использована твоя алая кровь. Эй, эй, эй! Что вы делаете, господин Джекей? Жизнь, которую вы хотите отобрать, настолько для вас дорога. Что вы хотите сказать? Отойдемте. С ножом осторожнее, осторожно. Считайте, Что вы играете в покер. В карты играете. И ваш противник по ошибке выдал Джокер. И вы выиграли игру, в которую уже было проиграли. Как это? Так это. Ведь Шахеншах обокрал вас до нитки. Жизнь Шахеншаха по ошибке попала в ваши руки. Что вы хотите этим сказать? Господин, я хочу сказать, что у Шахеншаха есть только одна слабость. И эта слабость, эта девушка. Он сам погибнет, но ей умереть не даст. Вот так. Если вы хотите, то я для вас эту сделку заключить могу. Конечно, если хотите. Сделку? Какую сделку? Ну, вы даете. Сделку с любовью Шахеншаха и вашим товаром. Вы отдайте Шахеншаху эту девушку. А за нее Шахеншах вернет украденный у вас товар на миллионы обратно. Это и есть то, что я хочу сказать. Но, брат, я-то согласен на эту сделку, но кто пойдет к этому Шахеншаху, чтобы заключить эту сделку? Я пойду, господин. Я пойду. За ту милость, которую вы для меня сделали, только что... Совсем недавно. Здесь. Как я могу забыть? Дайте мне возможность доказать, что я достоин этой милости. Вы только не беспокойтесь, пожалуйста, ни о чем. Самое большее, что он может сделать, убить меня, не так ли? Ради вас я и на это согласен. Ну, все, хорошо. Пойду. Чуть не забыл о вашей милости. Человек совершает ошибки. КОНЕЦ Поджарьте его. Чтобы ни один другой какой-нибудь Шахеншах не посмел встать на нашем пути. Нет. Стойте. Иди сюда. КОНЕЦ КОНЕЦ Я знал, Джей Кей, что такой негодный человек, как ты, совершит именно такой грязный поступок. Ты здесь бросил немного хлопушек. Кажется, ты очень любишь фейерверки. Давай-ка я тебе покажу, что такое настоящий фейерверк. КОНЕЦ 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 Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Раз ты меня уже считаешь мертвым, мама То прежде чем попрощаться Еще раз положи руку на голову этого толпа Я обещаю тебе До тех пор, пока я не сведу это пятно со своего лба Ты меня не увидишь Наркотики на несколько миллионов были брошены в огонь Читайте, читайте про черные дела Джей Кея Написано руками известного криминального репортера Мухаммед Салима Разве этот редактор Мухаммед Салим исправляться не собирается? Шофер, веди машину к редакции Акшен Таймс Вы хотели встретиться со мной? Говорите Я Мухаммед Салим В этой газете статью о наркотиках написали вы? Да Ваши газеты в один раз напечатали мое имя Не повторяйте этого снова? Я могу заплатить Можешь раскатать свои губы, насколько хочешь Вы пришли не в тот магазин, господин Джей Кей Это рынок правды Принципы здесь не продаются И не покупаются Тогда послушайте меня, молодой человек Если я не могу купить ручку Ну, конечно, сломать-то я ее могу Тогда послушайте и меня, господин Джей Кей Как и у каждого репортера У меня вместо крови текут чернила И пока эти чернила будут течь Моя рука не дрогнет Когда будет писать правду Тогда я посмотрю Когда я буду тебя приканчивать Моя рука Будет Дрожать или нет Вы все видели Он напечатал мое имя В газете И я стер его имя Из книги жизни Если кто-нибудь из вас Попытается назвать мое имя То его И его семью Будет ожидать Такой же кровавый конец Салим Вставай, Салим Вставай же Разве тебе сегодня не надо идти в редакцию? Тебе уже пора идти в редакцию Я приготовила тебе одежду Почему ты сегодня так крепко спишь? Что не можешь проснуться? Вы видите в каком состоянии Шаина, господин Хан Из ее глаз не пролилась ни одна слезинка Из ее уст не услышали ни одного крика Если горе человека не вылилось наружу То иногда Это становится причиной смерти Поэтому я хочу, чтобы она поплакала Сильно поплакала И у сна бывают какие-то границы, Салим Вставай же, наконец Дочка Тот, кого ты пытаешься разбудить Уже никогда не встанет Твой Салим уже умер Ради Аллаха не говорите так, отец Вы называете моего живого мужа Мертвым? Если не мертвым То как же его назвать? Признай же это горе, которое свалилось на твои плечи Ту рану, которую нанесла тебе сабля смерти Не пытайся спрятать ее за занавесом сумасшествия Твой Салим умер Умер Ты стала вдовой Вдовой Салим 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 КОНЕЦ Эти цветы прислал господин Джей Кей. Он сожалеет о такой ранней смерти. Стойте! Эти цветы нельзя класть на тело господина Салима. Только что его тело было омыто святой водой. Его укрыли саваном, привезенным из Мекки. На него нельзя класть грязь грехов Джей Кея. Эту смерть я видел своими глазами. Я до сих пор молчал только из-за страха смерти. Но теперь... Теперь я боюсь только кары Аллаха. И поэтому сейчас я нарушу свое молчание и расскажу, кто убийца господина Салима. Сейчас я расскажу. Сейчас я расскажу вам. Сейчас я расскажу вам, что... Господина Салима. Господина Салима. Почему приказу ты стрелял? Если я назову его имя, то меня убьют. И я тебя убью, но тебе все равно придется сказать. Говори. Говори. Джей Кей. Ведись, скажи Джей Кей, что пришел инспектор Шривостав с ордером на его арест. Инспектор Веджай Кумар Шривостав. Те куски взятки, которые были брошены тебе, ты не смог переварить? Или... кость в горле застряла? Лучше хорошенько пересчитай свои кости, Джей Кей. Как бы ни случилось так, что при входе в камеру и после выхода оттуда ты мог их не досчитаться. Я пришел арестовать тебя в подозрении на убийство криминального репортера Мухаммеда Салима. Ордер на мой арест. Это кусочки твоего ордера. Собери. Подними и убирайся отсюда. Оттого, что ты порвал ордер, Джей Кей, твое дело не закроется. Оно закроется только в тот день, когда на твоей жизни будет поставлена печать смерти. И на последней странице этого дела будет написано «Дело закрыто». Тебе же будет лучше, если ты без сопротивления протянешь мне свои запястья. Чтобы я смог надеть наручники. Прежде чем ты наденешь на меня наручники, инспектор Шивостав, твой труп будет валяться у моих ног. Продолжение следует... Господин Джей Кей и в камере? А что? Если в этой камере могут сидеть такие великие люди, как Махатма Ганди, то почему не может сидеть такой дьявол, как Джей Кей? Теперь я понял, почему это место назвали Шейтан Чаук. Джей Кей! Что ты явишь, друг? Такой большой человек, а сидит за решеткой, словно какой-то простой преступник. Насколько он большой человек, настолько и большой преступник. У него нет ничего простого. Это дело на этом не остановится, инспектор. Оно пойдет очень далеко. Забыл тот дипломат, который ты взял у Джей Кея? А тот конверт, который я сам положил в твои руки? Ни один конверт не останется неоткрытым, господин Матхор. Что не откроется, так это дверь той камеры, где сидит ваш друг и мой заключенный. Тогда я пойду по высшим инстанциям. Где участковый этого участка? Ваши высшие инстанции сами сюда пришли. Идите, господин Патхак, идите и посмотрите, какая при вашей демократии идет диктатура. Кто здесь участковый? Участковый здесь я. Мое имя Виджай Кумар Шревастаф. Шревастаф. Вы знаете, Шревастаф, что за арест и ложное обвинение такого порядочного человека, как Джей Кей, я могу снять с тебя форму. Во-первых, я могу вас арестовать за неуважение к форме офицера полиции. Во-вторых, что касается обвинения, это будет решать суд. Что правда, а что ложь. Ты, наверное, не знаешь, кто я? Вы лидер несчастной страны, которая вместо того, чтобы укрепить руку закона, сам пришел в полицейский участок, чтобы помочь преступнику. Эй, инспектор! Из-за импульсивности, своей молодости, из-за личной вражды ты забыл свое место? Я спрашиваю, кто тебе дал право арестовать господина Джей Кея, основываясь только на подозрениях? Да еще, в таком серьезном преступлении, как убийстве. Это право дал мне законы этой страны, сэр. Я приказываю тебе, чтобы ты сам своими руками открыл дверь камеры и попросил прощения у господина Джей Кея и освободил его. У тебя нет никаких доказательств о его преступлении. А если есть, то предоставь их. Вот доказательства, господин комиссар. Вот, на этой газете осталась кровь убитого и отпечатки пальцев убийцы. Когда после убийства вышел из редакции, он вытирал свои кровавые руки об эту газету. Да, Джей Кей. Я до сих пор еще жива. Наверное, природа до сих пор меня оберегала, чтобы на твоей шее затянулась петля с помощью моих рук. Вы сможете повторить в суде те показания, которые только что дали? Да. Ты что хочешь, делай, инспектор. Но эта женщина не дойдет до суда, чтобы дать показания. Никогда не дойдет. Ни за какую цену не дойдет. А вот посмотрим, Джей Кей. Эта женщина обязательно дойдет до суда, чтобы дать показания. В любом случае дойдет. Любой ценой. КОНЕЦ 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 ПОСТРЕЧИТ КОНЕЦ Езжай быстрее. Не теряй времени. Езжай. Свидетель прибыл, Ваша честь. Мы опоздали в суд, но почему мы опоздали? Потому что в городе не осталось таких дорог, таких площадей, таких перекрестков, где бы не обсыпали нас дождем из пули эти преступники. Я довез эту женщину до суда, Джеки. И она даст показания. Видели вы или нет своими глазами совершение убийства покойного редактора Мухаммеда Салимова? Я проходила мимо редакции по своим делам. Отвечайте лишь на тот вопрос, который вам задали. Видели вы своими глазами совершение убийства или нет? Да. Не видела. Это все, Ваша честь? Нет, не все, Ваша честь. Италия – это газета, которой Джеки вытирал своей испачканной кровью руки, выходя из редакции. В тот день. Да. Это та самая газета. Вот теперь все, Ваша честь? Без сомнения, это та самая газета, Ваша честь. Но согласно результатам экспертизы, кровь, которой испачкана газета, это не кровь человека. А какого-то животного. Я хочу спросить, Ваша честь, в той редакции, где было совершено убийство, работают сотни людей. Но ни один очевидец не был представлен в суде. Как это возможно? Это потому, Ваша честь, что до того, как он пришел сюда, этого человека застрелили прямо на кладбище. Я хочу попросить, уважаемый суд, пригласить на место свидетеля Рана Протап Синха. Вы дали показания полиции, что вы стреляли по приказу господина Джей Кей. Это показания. Они заставили меня дать силой. Приставив к моей груди ружье. И кто же приставил к вашей груди ружье? Инспектор Виджай Кумар Шревостав. Ложь. Он говорит неправду, Ваша честь. Я полностью согласен с инспектором Виджай Кумар Шревоставом, Ваша честь. Этот человек лжет. Правда в том, что это убийство было совершено не по приказу господина Джей Кея, а по вашему приказу. Что это за шутки? Это не шутки, Ваша честь. Это правда. И если вы в течение минуты не признаете своей вины, то сколько есть железа в этом ружье, столько я и выпущу в вашу грудь. Вам придется признаться в этом же суде. Вы должны признаться, что это убийство заказали вы. Признавайтесь. Признавайтесь иначе. Да, его заказал я. Эта пуля такая же ложная, как и то дело, подстроенная полицией. Если такой судья, как вы, может взять чужую вину на себя под дулом ружья, то, как мог этот бедняга отказаться дать ложные показания под дулом ружья инспектора Виджай Кумар Шревостава? Вместе с этим все аргументы защиты исчерпаны. И дело стало ясным, как стекло. То дело, которое полиция возбудила против господина Джей Кея, это стопроцентная ложь. Его немедленно надо закрыть, а господина Джей Кея с честью освободить. На что он имеет полное право. Этот суд пришел к выводу, что то дело, которое было возбуждено против мистера Джей Кея, было полной ложью, безосновательным и незаконным. Поэтому этот суд с честью освобождает господина Джей Кея. Поздравляю, господин Джей Кея, поздравляю. Поздравляю, господин Джей Кея. Двадцать лет тому назад такой же инспектор, как ты, пытался надеть петлю закона на мою шею. Со мной ничего не произошло. Но тот несчастный сам, надев эту петлю, покончил жизнь самоубийством. По случайности, и его фамилия была Шревостав. Пока. Пока. До свидания, господин Джей Кея. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Это же Шахин-Шах. Твое дело еще не закрыто, Джей Кей. Что ты болтаешь? Разве ты не слышал, что судья отдал приказ о моем освобождении с честью? С честью освобождают того, у кого есть эта честь. Без сомнения, в этом суде твое дело и может быть закрыто. Но в моем суде оно еще не начиналось. Но где же твой суд? Где стоит король, там и начинается королевское собрание. И это собрание не закончится до тех пор, пока книга твоих преступлений не будет открыта и прочитана. До конца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что это здесь происходит? Ваша честь, того человека, которого вы с честью отпустили, я снова притащил в этот суд. Вы освободили его от обвинения в убийстве. Но я докажу вам, что нет такого преступления в уголовном кодексе, которого бы он не совершил сам или посредством своих людей. Убийство. Насилие. Ограбление банков. Торговля наркотиками. Вмешательство в государственные дела. А также подкуп официальных лиц. Кто вы такой? Вообще-то я... Ему в отцы гожусь. А так зовут меня Шахинша. По профессии я, как и вы, судья. Который сам вершит свой закон. Сам ловит преступников. Сам рассматривает их дела. Сам же и выносит приговор. Я протестую, Ваша честь. Это оскорбление для суда. Это дело уже закрыто. Я знаю, что это оскорбление для суда. Я также знаю, что этот человек выбрал неправильный путь, высказывая свое мнение. Но еще большим оскорблением может быть для суда то, что справедливость останется в стороне, а голос правды будет проигнорирован. По моему мнению, если не будут выслушаны доводы этого человека, то это будет несправедливостью. Этот суд, прежде чем накажет тебя за оскорбление суда, дает тебе разрешение привести свои доводы под свою ответственность. Тогда вы слушаете об одном деле, которое было предоставлено вашему суду. И вы одному частному невиновному инспектору полиции вынесли приговор о лишении свободы на три месяца за взятку. Как ты можешь доказать, что тот инспектор был невиновен? Вы не меня об этом спросите, а самого себя. Спросите у своей утерянной совести. Спросите у своей спящей души, которая до сих пор не проснулась. Если вы еще не вспомнили, взгляните в глаза этой пожилой женщины, вдовы. Муж, который повесился еще молодым, оставил ее всю жизнь гореть в огне своего погребального костра. В этом городе уже несколько десятков раз проходил сезон дождей. Но слезы этой вдовы льются до сих пор. Те морщины, которые сейчас на ее лице, это шрамы от кнута вашего приговора, который был слепым и глухим. Ваша честь. Ваш глухой закон не услышал и показаний этой женщины, которая хотела вам рассказать, как и почему приказу она поменяла те два дипломата местами. В одном из которых был план ограбления банка и кассета с записью голоса Джей Кея и менеджера банка Матхура. Завтра ровно в десять откроется твой банк, как обычно, а ровно в двенадцать там произойдет ограбление. Ограбление? Да, ограбление. Грабители унесут все деньги из банка, а к тем деньгам... Говори, Джеки, твой голос, нет? Говори, не то я твой голос похороню в твоей груди навсегда. Да. Это мой голос. Теперь скажи этим же красивым голосом за то преступление, которое совершила Джули. Ты отдал приказ убить ее или нет? Я отдал. Эта бедняжка всю жизнь пряталась и спасала себя и свою невинную дочь от тех охотничьих собак, которых ты послал за ней. Та невинная дочь, которая всю жизнь, испытывая голод и бедность, стала потом воровкой. И когда эту воровку ты встретил в ресторане, ты сказал, что сегодня тебе нужно выпить виски в Блэк Дог. Потому что, когда ты видишь белую красивую бабочку, то в твоей крови начинают лаять сотни черных собак. Ты... откуда все это знаешь? Я знаю это. Потому что я знаю, как на шее черных собак наевают удавки. И сегодня, вытащив всех черных собак, спрятанных в тебе, я натравлю их на тебя, чтобы они растерзали твое тело. Мы требуем справедливости. Мы требуем справедливости. Мы требуем справедливости. Я требую порядка. Порядок. Пожалуйста, сохраняйте тишину в зале суда. Кто все эти люди и для чего они сюда пришли? Это народ, ваша честь. В чью шею в течение двухсот лет иностранное государство впивалось своими когтями. А последние сорок лет этот народ душит лапы таких дьяволов, как Джей Кей. Этот бедный народ все двести лет рабства видел прекрасную мечту о независимости, ваша честь. Которые такие лидеры, как этот, спустили с молотка на аукционе богачей. А такие офицеры, как этот, превратили в проститутку и отправили на панель. Знаешь ли ты, Шахеншах, что неуважение к форме офицера полиции серьезное уголовное дело? Где тут полицейская форма? Это саван, которым накрыт труп твоей совести. Форма украшает таких офицеров, как господин Асламгхан, который из головы до ног живой пример исполнения долга. Посмотри ему в глаза и вспомни тот день, когда грузовик с ядовитым лекарством Джей Кея собирался пересечь границу города Бомбея. А ты, чтобы пропустить этот грузовик, отозвал господина Аслама с поста и отправил его в Чаупати для обеспечения безопасности этого лидера. Что будет с этой страной, ваша честь, в которой такие бессовестные люди, как он, становятся лидерами? А такие воры, как этот, охранной? Закон этой страны, который когда-то был королем и сидел на троне, такие спекулянты, как Джей Кей и такие офицеры, как этот, превратили в уличного попрошайку. Я прошу вас, Ваша честь, откройте, пожалуйста, дело редактора Мухаммеда Аслама снова. Я знаю, та газета, которая была представлена вашему суду, испачкана не человеческой кровью, а кровью какого-то животного. Скажите, господин Пристов, куда вы спрятали настоящую газету? Отвечай, иначе в завтрашней газете будет напечатана статья о твоей смерти. Простите меня, Шахиншах, у меня есть семья. Тот, кого убили, тоже был чьим-то сыном. Тоже собирался стать отцом. Теперь скажи, ты вытащишь эту газету или мне запустить свою руку тебе в горло и вытащить твою жизнь? Сейчас отдам. Сейчас. Сейчас. Испачканная кровью у Мохаммеда Салима. И на ней отпечатки пальцев убийцы. И на ней Как легко можно подбинить доказательства. стереть следы убийцы, ваша честь. Они миновные, такие как инспектор Шревостав, заканчивают жизнь самоубийством. И в грудь таких редакторов, как Мохаммед Салим, вбиваются кинжалы. А таких убийц, как Джей Кей, с честью освобождают. Но в суде Шахеншаха ты не получишь приказа об освобождении с честью, Джей Кей. То, что ты получишь, это такой конец, который будет уроком для преступников. А для остальных примером, о котором будут говорить много-много лет. После этого, ваша честь, не будут дрожать руки ни у полицейских, надевающих наручники на руки преступников, ни у судей, подписывающих приговор. И когда будет так, тогда, ваша честь, отобранную корону справедливости снова можно будет водрузить на голову закона. И мечта этого бедного народа снова оживет. Мечта, о свободе, о настоящей справедливости. Отойдите все. Моя дочка. Предупреждаю, никто не приближаетесь, иначе... Отойдите. Отойдите. Стой! Инспектор Аслам. Скажите своим людям, чтобы отошли назад. Если хоть кто-то попытается сделать шаг, то я прикончу шалу. Джейкей, твоя голова у меня на мушке. Если ты в нее выстрелишь, то все пули из этого револьвера я выпущу в твою голову. Моя дочка, я не возглавляю. Точки, это какая-то это будет. КОНЕЦ 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 Спаси меня, шахин-шах! Спаси меня Спаси меня Сначала признайся Признайся, что ты подставил инспектора Шревостава, обвинив его во взяточничестве Своими устами скажи, что именно ты убил редактора Мухаммеда Салима, Джей Кейс Скажи своими устами Да Это я сделал Я сделал Я признаю все свои преступления Ты признался во всех своих преступлениях Значит, Ишихеншак закрывает свой суд Посмотри внимательно на эту веревку, Джей Кей И ты увидишь на ней висящий труп инспектора Шревостава Ты увидишь на ней беззащитную вдову И увидишь его сына После смерти Труп отца всегда задавал один вопрос сыну Убийца твоего отца до сих пор жив Почему на его шею не легла петля виселицы? Кто же ты, наконец? Сын инспектора Шревостава Инспектор Биджай Кумар Шревостава Мне было недостаточно одной только полицейской формы Чтобы довести до конца Таких преступников, как ты Поэтому пришлось надеть костюм Шехеншаха Дело, которое не смог завершить отец Завершит его сына Я брошу тебе веревку, Джей Кей Держи ее крепко Я брошу тебе веревку, Джей Кей 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 Продолжение следует...